С приходом весны Самара преображается. Задача на ближайшее время – привести город в порядок после зимы. Особое внимание уделяется подготовке к празднованию юбилея Великой Победы, чтобы каждый самарец мог сказать – никто не забыт, ничто не забыто. Год – 70-летие Победы, особенный для всех россиян. Заметно преобразить города к этой дате – задача номер один. Благоустройство Самары и предстоящая генеральная уборка на личном контроле главы администрации. Олег Фурсов обращает внимание на проблемные участки и территории – те, которые нужно привести в порядок в первую очередь. Гостевой маршрут, видовые места, главные улицы, фасады зданий. Кстати, многие фасады в этом году будут отремонтированы, другие обновлены свежей краской. Однако в мэрии принято решение не ждать начала ремонтных работ. Облагораживать город начали всеми возможными способами. По поручению главы администрации Олега Фурсова установлены такие вот тематические баннеры ко Дню Победы вдоль Новосадовой. Они и город украшают, и настроение задают праздничное. Эту новую идею самарцы оценили. Это в первую очередь попадается на глаза молодому поколению. И где-то отражается в душе, внутри, и это воспитывает. Потому что уже пару-тройку поколений просто забывают, что это такое. И данное мероприятие, подобное даже рода рекламного характера, имеет большое значение и большую роль. Действительно достойно, красиво. Молодежь будет, дети будут больше знать красиво. Это нормально. Больше рассказывать, конечно, нужно. Может быть, даже портреты повесить и небольшую историю жизни о Великой Честной войне. Украшает наш город и становится намного престижнее. И напоминает о победе 70-летней. Если в душе есть ощущение праздника, есть ощущение приближающейся годовщины победы, тогда и будет праздник. Жители Самары готовятся принять участие в праздновании 9 мая. К Великому дню равнодушными не останутся. Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События.